МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мне помогает жить, как все люди. Я хотел стать спортсменом. Я очень люблю командные виды спорта. Это помогает мне развиваться, мою физическую форму. Я нашел новых друзей. Хоккей, в общем, одним словом, дает мне очень хорошую жизнь. Получать награды приятнее всего, делится Тимофей Федотов. Но важно быть готовым к трудностям и учиться их решать. Страх и неуверенность не для хоккеиста. Ну, надо, во-первых, не бояться, преодолевать себя, все свои неудачи, но идти к своей цели. Главная мотивация для ребят – это пример их тренера. Вадим Селюкин – заслуженный мастер спорта, серебряный призер паралимпийских игр. В результате боевых действий потерял ноги, но стойкость, любовь к жизни и спорт помогли ему выстоять. Теперь Вадим помогает детям с инвалидностью развиваться. Хоккей, он командный, он сплачивает. Они учатся преодолевать себя. Многие дети, которые не могли вставать со льда, теперь, когда видишь, что они падают на лед, встают сам, больше самостоятельности дают. Это очень важно. Когда ты в жизни, повседневной, в быту, меньше просишь, мама, дай мне ложку или стакан, а больше сам стараешься сделать – это уже победа. Слетч-хоккей изначально был создан для ампутантов с целью их реабилитации. Позже стал видом спорта. По инициативе главы муниципалитета в Одинцово была создана первая слетч-хоккейная команда «Умка». Андрей Иванов уверен, важно вовлекать детей с инвалидностью во все социальные сферы, особенно в спорт. Мария Шматкова, Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.